здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана сегодняшнее видео мы с вами сделаем торога дании и мы сегодня с вами посмотрим а что вам принесет новолуния а что вам принесет данная новолуния новый месяц начинается у каждого наверняка есть свои какие-то задумки есть какие-то новые начинания каждый хочет от чего-то избавиться что-то новое пустить свою жизнь и что-то получить и мы сегодня с вами посмотрим а что же новенькое придет вашу жизнь что это новолуния этот новый месяц вам принесет что-то такое новое интересное как всегда будет три варианта ответа я вам предлагаю выбрать один из своих вариантов. Задать при себя вопрос, что принесет мне новое новолуние, новый месяц и выбрать свой вариант. Вариант номер один, вариант номер два и вариант номер три. Подумайте и выберите тот вариант, который притягивает ваш взгляд. Продолжение следует... Ну что, я думаю, что, наверное, каждый определился, каждый выбрал свою карту. Давайте смотреть. Варианты мы отодвигаем. Смотрим первый вариант. У вас выпал старший аркан сразу. И я вам хочу сказать, что новолуние, новый месяц вам принесет переменную вашу жизнь. Вы, наконец, полностью с этим месяцем избавляетесь от старого. То есть то, что вас мучило, то, что вас тревожило, то, что у вас не получалось, вы никак не могли решить, либо какую-то ситуацию сдвинуть с мертвой точки, как говорится, сдвинуть вот с места, то, наконец, у вас это получится. Потому что новый месяц вам принесет новые начала в вашу жизнь. То есть вы уже будете либо внутренне отпускать, либо ситуация у вас извне, со стороны будет складываться так, что вот все, что гнетущее, то есть что вам не давало покоя, то, что мучило, какие-то переживания, либо какие-то обстоятельства, дела никак не получались, у вас, наконец, это все уходит. И с новым месяцем у вас идут перемены. Причем эти перемены, они у вас идут по судьбе. И здесь вы избежать этого не сможете. Но вы с радостью примите эти перемены, потому что эти перемены вас будут радовать. То есть они вам дают новую вашу жизнь. Так, но сейчас мы посмотрим, как у вас дальше там будут идти эти перемены в вашей жизни. Что они вам дальше-то принесут. Период застоя проходит, период неуверенности проходит, разочарование в вашей жизни проходит. Ну да, новая жизнь, новое начало. То есть если были какие-то ваши ошибки, ошибки со стороны людей, предательство, какие-то вот непредвиденные процессы, которые вы вообще могли не предвидеть, то есть у вас были такие моменты, что не ожидали такого, скажем, поворота судьбы, и вы застряли на каком-то уровне, на каком-то моменте, и не могли либо силами собраться, либо с мыслью, с нами собраться, и у вас никак не получалось, то как раз с новым месяцем вы это всё отпускаете. Знаете, когда же просто махнёте рукой, и уже пойдёте с новыми силами, с новыми мыслями, как говорится, с лёгкостью. То есть вы сейчас вступаете новым месяц с лёгкостью абсолютно. Вас не будет тревожить, что было раньше, там кто-то что-то про вас сказал за вашей спиной, кто-то что-то вам сделал. Первое, что вы почувствуете, вы почувствуете прилив сил, энергию. То есть вы иначе сейчас будете смотреть на свою жизнь. Если раньше вы где-то боялись сделать какой-то шаг, если вы раньше где-то были неуверены, вы не знали, получится, не получится, сейчас вы пойдёте на прогон, и вас уже ничто не остановит. Но это вам даст, знаете, как вот, как говорится, попутный ветер будет вам дуть. То есть вы, наконец, почувствуете вот этот прилив, вот этот приток энергии, что у вас всё получится, что вы полностью справитесь. И вот этот период застоя, он у вас завершился полностью. Причём здесь, знаете, у вас всё это будет так непринуждённо и легко получаться, что вы даже будете удивляться, что как вообще такое возможно, как такое может быть. И вас, наконец, это полностью порадует. Ну вот у вас так. Так, хорошо, смотрим вторую карту. У вас хорошая карта вышла, кстати. А у вас новый месяц, он, наоборот, и принесёт очень много возможностей, каких-то идей, каких-то, знаете, то есть реализации ваших задумок. Если, предположим, раньше вы не могли, ну, по каким-то обстоятельствам, либо только вы строили какие-то планы, надежды, то сейчас вы начнёте всё это реализовывать. То есть вы уже знаете, к чему вы идёте, за что вы берётесь, что вы хотите в своей жизни получить. То есть независимо от обстоятельств, вы просто будете это всё получать. Причём очень такие, скажем, такое хорошее благополучие идёт в вашу жизнь, потому что вы сейчас сами будете строить свою жизнь. Не кто-то, за вас никто ничего не будет делать, никто ничего не будет решать. А вы сами полноценно будете выстраивать свою жизнь, так как вам нужно. То есть это будет именно по вашим желаниям. И возможности, кстати, у вас будут получаться. То есть возможности будут позволять. Хорошо, давайте всё-таки посмотрим, как будут ваши обстоятельства складываться, как будут ваши дела складываться. Сейчас мы с вами посмотрим. Ну, посмотрите, радость, успех, процветание. И, наконец, вы сможете в конце расслабиться. То есть вы сейчас, у вас, понимаете, вот такой самый пик популярности вашей, показать себя на работе, выстроить отношения так, как вам хочется. То есть вы очень долго ждали, кстати, когда же будет просвет моей жизни. Вот он, он наступает. Вы восстановите, ну, знаете, какую-то несправедливость в своей жизни. Вы восстановите свои силы. Вы восстановите свою энергию. У вас открытый путь. У вас, причём, знаете, вот, ну, будет вдохновлять, и вы сами себя будете настраивать, потому что вы полны энергии. У вас очень много энергии, что вот вы её накопили просто. Может быть, вы очень долго сидели, ждали своего часа, и вы её просто накопили. И вы её сейчас пустите именно в правильное русло. То есть у вас вот идёт такой момент, потому что здесь у вас идёт открытость. Вы уверены, и вы достигнете. То есть у вас новый месяц, и получается, что за месяц вы сделаете, ну, что вы не могли сделать, там, до этого периода, там, какие-то долгие годы даже, то вы за месяц успеете сделать всё абсолютно, и вы ещё будете отдыхать уже. То есть на вот том, что вы сделаете, вы будете отдыхать и будете довольны собой. Это у вас так. Так, и смотрим третий вариант. Тяжёлая карта, тяжёлая карта. Тяжело вы идёте в новый месяц, очень тяжело вы идёте. Скорее всего, обстановка у вас такая, либо обстоятельства так складываются, может быть, на работе проблемы, в личных отношениях проблемы. То есть у вас что-то тяготит, вас что-то давит, вам не даёт покоя. У вас идёт такая позиция, что вы вообще не видите просвета своей жизни и не знаете, а будет ли он вообще. То есть вы не видите никакого пути. Вы не видите выхода своей ситуации. И вы настолько тяжело идёте в новый месяц, вы настолько тяжело вот ступаете вообще вот по жизни, что вам кажется, ну, нескончаемо будет. То есть вообще когда-то закончится это или нет. Хорошо, давайте посмотрим, закончится у вас этот период или нет. Всё-таки. Как у вас будет складываться? Почему-то вы в себе не уверены, очень не уверены, поддержки нету, понимания. Переживаете как-то за то, что... Ну, солнышко у вас вышло. Ну, смотрите, что получается. Переживаете очень за то, что какие-то упущенные моменты. Либо переживаете, что где-то слишком взвалили на себя какие-то обстоятельства. Теперь переживаете, что из-за этого вы не видите просвета, не видите выхода. Плюс ещё неуверенность, плюс нету никакой поддержки. Надеетесь на лучшее, надеетесь на такое благополучие. И причём я бы сказала, у вас по всем аспектам такие вот проблемы, достаточно серьёзные как бы. Но вы знаете, они разрешаемы. То есть вы с трудом, правда, единственное, то есть не так быстро, не так открыто, как вот предыдущие. Вы с трудом, но вы сами будете пробивать себе дорогу. С большим трудом. Никто вам помогать не будет. Рассчитывайте только на себя. И единственное, от чего избавляетесь, не надо себя настраивать. И уж тем более на то, что я не способна либо не способен. У меня ничего не получится, я ничего не могу. Зачем я буду вообще что-то делать, если у меня ничего не получается. То есть вот это, от этого избавляйтесь. Вы сами себе. Но больше здесь, конечно, на психологическом уровне вы ставите себе блоки, которые вам не позволяют увидеть некий просвет. Вы рассчитывали на кого-то. То есть есть у вас такие моменты, что вы рассчитывали на чью-то поддержку. Но вы понимаете, что этот процесс слишком у вас затягивается. Что он тянется бесконечно, и тянется, и когда же он решится. И вот если для вас кажется, скажем так, будущее ваше туманным, потому что вам кажется так, то есть вы не уверены в том, что что-то изменится, как бы не верите в это, и у вас однозначно изменится. Причём, знаете, у вас будет такой момент, что какой-то счастливый случай, совершенно случайный, счастливый случай позволит вам открыть дорогу в вашу жизнь. То есть вы увидите просвет. Причём здесь, понимаете, совершенно неожиданная какая-то радость, какая-то новость. То есть приход какого-то человека в вашу жизнь, который даст вам позитив, энергию, настрой. И вы увидите, что в вашей жизни не всё так плохо, как вам кажется. Что нужно просто перестать себя накручивать, быть более уверенными, потому что у вас опыт по жизни очень-очень большой, вы уже многое что пережили. И не надо взваливать на себя ещё лишние проблемы. Они вам ни к чему. Будете радоваться. Вы дождётесь эту радость, но нужно немножко подождать и потерпеть. Это вот для тех, кто выбрал третий вариант. И в конце месяца я для своих подписчиков хочу дать очень такой бонус для каждого подписчика. Так как у нас новые начинания, новолуние, то есть новый месяц. Каждый, естественно, хочет исполнения желаний. Мы с вами будем делать. Я вам дам помощь, установку на новый месяц. Мы сегодня с вами желания загадывать не будем. А я вам предлагаю очень хорошую аффирмацию на целый месяц, которую вы можете повторять в течение всего месяца. Это можно повторять и утром, днём или вечером. То есть достаточно выбрать для себя всего две минутки, чтобы проговорить данную аффирмацию, и она вам будет очень хорошо помогать. Аффирмация идёт такая. «Я принимаю перемены в свою жизнь с радостью и любовью. Я наполняюсь энергией жизни, любви и благополучия, с доверием и благодарностью Вселенной». Да будет так! Вот эту аффирмацию достаточно повторять раз в день. Не обязательно каждый день читать эту аффирмацию. Можно и раз в три дня, раз в пять дней. То есть как у вас будет получаться. Но именно вот эта помощь, установка позволит вам как раз решить все ваши дела в новом месяце. Я вам всем желаю, чтобы все ваши новые начинания прошли для вас успешно и радостно. И как всегда, подписываемся на канал. И пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова